Приветствую на канале! В этом видеоролике мы соберем вот такую очень простую и надежную паяльную станцию. На ютубе уже полно роликов про паяльные станции. Есть довольно интересные экземпляры, но все они сложны в изготовлении и настройке. В моей станции все настолько просто, что справится любой даже неопытный человек. Идею нашел на одном из форумов сайта Паяльник, но немного ее упростил. Данная станция может работать с любым 24-х вольтовым паяльником, у которого есть встроенная термопара. После эксплуатации данной станции я практически не заметил разницы между ей и моим Хако Т12. Такой же легкий и удобный. Единственное, что не хватает, энкодера. Но это уже планы на будущее. Рассмотрим схему устройства. Условно я разделил ее на две части. Первая это блок питания на микросхеме IR2153. Про нее было уже много всего сказано в моих прошлых роликах. На ней не будем останавливаться. Примеры оставлю в описании. Если же неохота возиться с блоком питания, его можно вообще пропустить и купить готовый экземпляр на 24 вольта и ток 3-4 ампера. Вторая часть это мозги станции. Как я уже говорил, схема очень простая. Выполнена на одной микросхеме. Это сдвоенный операционный усилитель LM358. Один операционник работает как усилитель термопары, а второй как компаратор. Пару слов про работу схемы. В начальный момент времени паяльник холодный. Следовательно, напряжение на термопаре минимальное. А это означает, что на инвертирующем входе компаратора напряжение отсутствует. На выходе компаратора плюс питание. Транзистор открывается и идет нагрев спирали. Это в свою очередь увеличивает напряжение термопары. И как только на инвертирующем входе напряжение сравняется с неинвертирующим, на выходе компаратора установится ноль. Следовательно, транзистор отключается и нагрев прекращается. Как только температура снижается на долю градуса, цикл повторяется. Также схема снабжена индикатором температуры. Это обыкновенный цифровой китайский вольтметр, который измеряет усиленное напряжение термопары. Для его калибровки установлен подстроечный резистор. Калибровку можно производить с помощью термопары мультиметра или же по комнатной температуре. Это я покажу в ходе сборки. Разобрались со схемами, теперь необходимо изготовить печатные платы. Для этого воспользуемся программой SprintLight и начертим печатки. В вашем же случае достаточно просто скачать архив. Тут особо нечего смотреть, займемся изготовлением опытного образца. Распечатываем чертеж дорожек. Далее подготавливаем поверхность текстолита. Сначала с помощью наждачки зачищаем медь, а потом спиртом обезжириваем поверхность для лучшего переноса рисунка. Когда текстолит готов, размечаем на нем рисунок платы. Выставляем максимальную температуру на утюге и проходимся им по всей поверхности бумаги. Все, можно приступать к травлению. Для этого готовим раствор в пропорциях 100 миллиграмм перекиси водорода, 30 грамм лимонной кислоты и 5 грамм соли. Помещаем вовнутрь плату и для ускорения травления воспользуемся нашим специальным устройством, которое мы собирали в предыдущих роликах. Теперь получившуюся плату необходимо очистить от тонера и просверлить отверстия под компоненты. На этом все. Изготовление платы закончено. Можно приступать к запайке запчастей. Запаяли плату регулятора, отмыли ее от флюса и теперь можно подключать к ней паяльник. Но как это сделать, если мы не знаем где и какой выход у него? Поэтому разбираем паяльник и начинаем искать какой провод куда идет, параллельно записывая на бумагу во измежание ошибок. Также можно заметить, что сборка производилась на тяп-ляп. Флюс не отмыт и это нужно исправить с помощью спирта и зубной щетки. Когда узнали распиновку, берем вот такой штекер и проводами подпаиваем его к плате. А также припаиваем и другие элементы. Вольтметр, регулятор, все как на схеме. По поводу пайки вольтметра. У него имеются три вывода. Два это питание и третий измерительный. Зачастую измерительные питания спаяны в один и нам необходимо его отсоединить для измерения низкого напряжения с термопары. Также вольтметром можно закрасить точку, чтобы она нас не сбивала. После этого можно производить включение. Питание беру от лабораторного блока. Если вольтметр показывает нули и схема не работает, возможно вы неправильно подключили термопару. Собранная без косяков схема начинает работать сразу. Проверяем нагрев. Все отлично. Теперь можно калибровать датчик температуры. Для калибровки датчика необходимо отключить нагреватель и подождать пока паяльник остынет до комнатной температуры. Вращая отверткой потенциометр, выставляем заранее известную комнатную температуру. Потом на время подключаем нагреватель и даем ему остыть. Калибровку для точности лучше провести пару раз. Теперь поговорим о блоке питания. Готовая плата выглядит так. Также к ней необходимо намотать импульсный трансформатор. Как его мотать, можно посмотреть в одном из предыдущих роликов. Здесь же покажу скриншот расчета обмоток. Может кому пригодится. На выходе блока получаем 22-24 вольта. То же самое мы брали с лабораторного блока. Когда платки готовы, можно приступать к созданию корпуса. В основании будет вот такая аккуратная коробка. В первую очередь, к ней необходимо нарисовать лицевую панель для придания товарного вида. В программе Front Designer сделать это можно легко и просто. распечатываем трафаретку. Двусторонним скотчем закрепляем ее на торце и идем делать отверстия под запчасти. Корпус готов. Теперь осталось разместить платы внутри корпуса. Посадил их на термоклей, так как у них отсутствует нагрев и они никуда не денутся. На этом изготовление закончено. Можно приступать к тестам. Как видим, паяльник отлично справляется с лужением больших проводов и пайки габаритных массивов. И вообще, станция проявляет себя отлично. Теперь ответы на вопросы, которые по-любому зададут в комментариях. Почему просто не купить станцию? Ну, во-первых, дешевле мне обошлось в 300 гривен. Во-вторых, в случае поломки можно починить самому. В следующих роликах мы попробуем собрать термофен и полноценную станцию. Так что подписывайся на канал и до новых встреч!